...канал нашей лаборатории. На этом слайде вы видите оценку рынка использования ТГЦ. То есть уже в 2021 году именно телекоммуникационная составляющая она уже достаточно большая и там 50 миллионов долларов. Это чрезвычайно большие деньги. И поэтому во всем мире уже многие команды начинают двигаться в этом направлении, чтобы преследовать, собирать установки. В Институте прикладной физики уже частично некоторые блоки изготавливаются, которые могут применяться в этой схеме. То есть вот КРИО схемы ДМШУ. Они в радиостроне и фокус-грунте использовались для организации данных космических связей. Перевью сразу. Фокус-грунте это не было виновата, что он свалился. Не успели их использовать. Это и на предыдущей части. То, что была гипотеза, что фокус-грунт свалился как раз из конъекционных проблем. Наша система должна была работать на дальней стадии, когда уже вот туда, к фокусу, на припал. Ну, соответственно, когда мы говорим о ТГЦ, соответственно, здесь возникают различные вопросы и разращенности. Ну, подобную картинку вы, наверное, видели много раз, я ее особо комментировать не буду. Вот. И когда эти задачи 4-го справили ума, нам с Фюшесосорчим вот попалась такая статья немцев. Они как раз здесь оценивали, как они писали, теоретические пределы скорости на ТГЦ. Соответственно, как оказалось это не совсем верно, они обозвали статью, поскольку они оценивали именно скорость, которая, возможно, реализована на текущем технологическом уровне. Вот. Соответственно, ну, это вот примерная структура использования телекурлификационного канала, то есть базовые станции, центральный офис, это проводные связи и мобильные пользователи, которые используют это триплицовое соединение. Вот. Соответственно, в этой статье они приводили много интересных данных полезных, то есть это и по ослаблению терплицового диапазона в туман, в дождь. Здесь показаны эти самые окна прозрачности. Так. И вот, значит, у них представлена была ожидаемая емкость этих ТГЦ-канала для различных окон. Вот. Ну, как мы видим, вот, например, для 30-38 центральная частота, вот, у них емкость 24 ГБ. Соответственно, они здесь, как бы, заявляют, что это теоретический пределок, но они, как бы, например, даже не учитывали о том, что приемник может быть охлажден. Вот. И, соответственно, мы с Вячеславовичем это причитали, у нас получилось где-то 300 ГБ в секунду. Вот, соответственно, тут немножко такой бриф этих расчетов. А, и они, конечно, используя шумфактор, мы, соответственно, перешли к шумовой температуре. Вот. И потом, как бы, Вячеславовичем была поставлена задача все-таки посчитать, попробовать именно теоретический квантовый предел скорости передачи данных. Вот, даже по сравнению с нашими предыдущими расчетами скорость выросла в 3 раза, то есть это порядка 980 ГБ в секунду. Вот. И, соответственно, сейчас мы уже связались с подмосковым фрязем, там есть такая фирма Исток. Вот. С ними мы, соответственно, уже хотим собрать некий стенд для проверки уже физической скорости, которая может быть реализована. Вот. Это, соответственно, у нас в лапе часть оборудования это есть. Вот. Мы будем, в частности, использовать лоф с факч. Вот. Одним же мы надеемся получить фазовый модулятор и, соответственно, модем, который они используют тоже. Фазовый модулятор. Вот. Примерно такие вот результаты. И план. Пожалуйста. Так а приемник-то какой? Приемник, ну... Охлаждаем? Нет. На начальном этапе, конечно, это не охлаждаемо. Потом мы, конечно, планируем вот даже где-нибудь там на крыше Икфана провести эксперимент с охлаждаемым приемником и на достаточно большую длину. Что за приемник? Ну, сейчас это... планируется, значит, там... ДВШ, ДВШ, вот. И... Ну, там много раз будем скидывать частоту и, по-моему, финальная частота вот для тех модемов, которые они используют, это 70 МГц. Нет, ну ключевой, наверное, ДВШ. Ну, да, ключевой, наверное, ДВШ. Пока ДВШ. Шумы атмосферы учитывались в расчетах? Шумы атмосферы? Вот у немцев, у них, конечно, они учитывали это все. И ослабление сигналов, и все. Но у нас это, как бы, не учитывалось, поскольку это, как бы, самый теоретический... То есть, это, конечно, физически... Это не реализован для космоса, да? А? Для космоса. Ну, это для космоса, наверное, тоже. Еще вопросы, коллеги? Спасибо. Нет больше вопросов. Ну, я тут не проясню. Действительно, 100 ГБ насчитали немцы для нехолодного приемника. Дальше мы просто прикинули, что будет при тех же условиях, с учетом той же атмосферы здесь, вот, Станис Варкович, для той же атмосферы. Получилось 300 ГБ. А вот дальше, когда мы еще немножечко, что называется, на приемнике решили понять, а каков же квантовый предел, то есть, если взять, допустим, Сережу Шитова и попросить сделать СИЗ-приемник, у которого там, буквально, в два раза хуже, чем квантовый предел, может быть, да, а может и вообще квантовый предел на 300 можно сделать, то тогда вот таким приемником мы выловим буквально вот эти 900 ГБ. То есть, вот, что это такое. То есть, это с учетом зрения статистической атмосферы, которая там сейчас и была протестана. Ну, кстати, это очень плотно лежит с мыслями, которые перед этим докладывал нам выше волны. Действительно, помимо радиоастрономии, сейчас все активно думают и о космической связи, и вообще связи через атмосферу в термогерцовом диапазоне. Если мы будем понятно знать, что за атмосфера у нас, вот те предыдущие исследования, то это будет все очень даже правильно и хорошо. Добрый день! Мне сегодня предстоит осветить еще некоторые работы, которые будут сломать. К сожалению, по техническим причинам я не смогу пока эту презентацию, но у меня есть вверховский документ, который содержит в себе отчет о этой работе. Здесь можно увидеть эти результаты. Работа освещена измерению кубководности образцов углепластики, которые из данного материала планируется изготовление антенны миллиметрона. Итак, для этого был реализован стенд, состоящий из пиостата, измерительной системы. И что я себе представляю? Образцы, которые являлись в этом году, это не очень большие. Размером 20 на 10 на 5. Все-таки в прошлом году. А, в прошлом году. Как мы это делали? Образцы монтированы на холодном плиту пиостата. Рядом размещался нагреватель. Даже, наверное, на следующем рисунке. Это будет лучше, где видно. Вот здесь. То есть, было два разных образца. Один состоял полностью куберпластиком, а на одном было покрытие алюминия. На плите стоял нагреватель. С другой стороны, образцов тоже стояли нагревателя. И вот кружочная назначена термодатчик. Стандартная система. Мы фиксируем температуру плиты и изменяем температуру с другого конца образца. Не потолочи останутся. Позвольте из алюминия, где вы? Показать? Да, конечно. На графике покажи, где алюминий дает маленькие эффекты на областях. В измерении. Здесь? Да, да, да. Да. Вот, мы до этого зайдем. Покрытие алюминия было в плоскости x,y, так скажем. То есть, на большей части. Областы стояли вертикально, на самом деле. И одна боковая сторота была? Одна боковая сторота была? Одна боковая сторота была. Ну, там тонкое покрытие. И я сейчас, честно говоря, вспомню сколько. Наверное, здесь этого нет. Да. На этом графике представлены результаты охлаждения данного образца, данных образцов. Видно, что квитая алюминия охлаждается гораздо быстрее, чем другая сторона образца. Красным, значит, это образец с алюминием, он остается чуть быстрее, и синим образец без покрытия алюминия. Он, соответственно, чуть медленнее. Так, что дальше? Ну, здесь результаты, измерения. Вот результаты, которые мы получили. Видно, что теплопроводность образца с напыленным алюминием, она чуть ниже, но на самом деле это чуть ниже, оно практически ходит в поверхность измерения. Да. Так что я бы назвал эти измерения, это некая оценка того, что можно получить. На самом деле было очень трудно получить даже повторяющийся результат. Оказывается, что очень многое влияет на измерение теплопроводности, и как было на книге написано, что так уж ее невозможно померить, однозначно, теплопроводность. Вот, к сожалению, не вспомню, где это было написано. И, как показала практика, это действительно было очень трудно. Все очень сильно зависело и от термоконтакта холодной плите, и от термоконтакта нагревателей. То есть и в конце вот наилучший результат охлаждения, когда образцы все-таки охладились, вот здесь за три с половиной часа. Это, мы шли к этому полгода на самом деле. Пока они, да, они у нас охлаждались по 30-40 часов, это было минимальное, что мы могли, пока не поставили пружинивающие пластинки, пока не заставили их все время прижиматься, и пока не получили хороший термоконтакт. Так же эти измерения проводились не только у нас, проводились они в друге, в Трофимовом. И вот на этом драйвике видно сопоставление наших результатов и результатов из другой организации. Вот с линиями соединенными это результат измерения тепловой и теплопроводности в Алкаре. Точками обозначены результаты из другой организации. Видно, что результаты отличаются. И как мы считаем, что там действительно была… Сначала у нас тоже получалась примерно такая же, пока не улучшили термоконтакт образцов. Видимо, там было наше предположение, что там хуже-то термоконтакт. Были сделаны некоторые выводы. И в будущем сейчас планируется продолжение этой деятельности. И сейчас мы ожидаем новые образцы, более крупные, которые будут уже представлять из себя элемент антенны. И в данное время это уже разработано, но, по-моему, уже изготавливается. И надеюсь, что дальше мы будем работать и сможем еще более точно померить теплопроводность, теплопроводность данного элемента, что позволит оценить, остынет ли антенна миллиметрога, и как она долго будет остывать. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Олег, я все-таки дам небольшой еще комментарий. Дело в том, что мы дважды огорчили заказчиков из астрокосмического центра по тем хоздоговорам, которые они нам заказывали. Может, они поэтому больше не хотят нас прибавить. Мы, к сожалению, честно сообщаем информацию. Сначала мы их честно огорчили, что в Кущино наблюдать на окне прозрачности 1,3 мм невозможно. Не огорчились, но приняли этот отчет и даже работу оплатили. А вот с теплопроводностью мы просто слегка шокировали. Народ, вернись к графику теплопроводности. Дело в том, что зеркало миллиметрога будет охлаждаться сначала в основном радиационно. Ну, понятно, его вводят теплым на орбиту, и зеркало потихонечку, так сказать, охлаждается. Но они поначалу, когда прибавят большой, пользу на четвертой степени, там летит мгновенно. Там буквально за неделю он остынет до азота. А вот дальше, после азота, там пойдет почти трехмесячный период, пока он будет легонько остывать, поскольку уже радиационный компонент имеет. И вот тут хотели охладить при помощи активных средств за счет теплопроводности, несущей конструкции зеркала. И вот это большое огорчение, которое мы принесли нашим коллегам. Обратите внимание. Вот как раз там, где зеркало должно начать охлаждаться за счет собственной теплопроводности открытого рефрижератора, у нее в разы падает эта самая теплопроводность. И те слои алюминия, которые они надеялись положить, тоненькие, почти ничего не добавляют в теплопроводность. Ну, такие огорчительные, отрицательные результаты, они тоже результаты. Они дали тысячу для конструкторов, для разработчиков материалов. Они сейчас думают, как решить эту проблему. В случае это очень важный результат для разработчиков зеркало-минометрога. Пожалуйста, вопросы. Так, Миша, пожалуйста, сначала. Значит, Олег, я вот не понял, какая доля этой теплопроводности относится к объемной теплопроводности материала, а какая доля это граничное сопротивление, капица-резистанция, у Вас странная акустическая импедация. Как Вы этот вопрос решили? Вы это знаете? Какая доля? Я не смогу Вам ответить на этот вопрос. Так, а может, в этом все и сидит? Потому что, когда Вы любые материалы при собачьем холодной платье, мы долго увозим систему, чтобы там вот это граничное сопротивление убрать, где-то подбор, кроме лучшего слоя, там, подбазанного вегоном, там, подбурением каких-то миллионов артистов. Потому что у Вас аспект рейша, у Вас вклад под поверхность на сопротивление, вы его растащили, там, вклад, собственно, теплопроводности было бы больше, а граничных условий меньше. А здесь у Вас образличие коротеньки и две границы. Ну, мы его поворачивали по длинной стороне, но все равно это 20 миллиметров, и таких результатов добились только, когда налили туда пружины, которые постоянно его прижимали. Ну, прижимали-то как там, вот, микроскопически можно на сколько там? Ну, прокладывали индий, вдавливая в индий, и потом еще прижимали. Насколько это хорошо? Трудно сказать. Но акустические импетации не считаются. Тогда я знаю, чем займусь на кофе-бреке. Подойду к Вам. Нет, но это и считается, и проверяется, и это считается главное наше расхождение. У нас все-таки оказалось некое расхождение с нашими коллегами из Дубны. И когда заказчик, там еще в этой работе, на самом деле, задействован заказчик, есть там такой Юрий Александров, он просто взял американские данные, где постарались вот эту вот контактную разность убрать, уподобную уже углепластика. Дело в том, что антенны миллиметрона сделаны из углепластика. Понятно? Для того, чтобы в космос легкую штуку сделать. Так вот, американская картинка легла ближе к нашей, чем к Дубнинской. Она легла где-то утром посередке. Ну и поэтому, вроде как, есть мнение, что на самом деле плохой контакт в Дубне, а не у нас. Хотя у нас был много. Хуже контакт. Часто стал лучше, но, видимо, до конца его еще не верифицировали. Пожалуйста. Такая графика можно установить? Я просто вижу нагревающий резистор. Мне кажется, примерять так, потому что вот то, что в середине, как я видела, резистор здесь, а образцы стоят где? А образцы стоят где. То есть какая здесь температура, на самом деле, непонятна. Если это все выносить на отдельный держатель, а локальный грейс не там же, чтобы был термометр, мне кажется... Мы стабилизируем температуру всей плиты. Может быть, стоят рядом с образцом на плите? Я все понимаю. Да. Но мы занимаемся, как вы готовите, как вы готовите. Если у тебя холостинка меди, ты ее можешь с некой плоскостью нагреть, тебе эти уши находилось. Если ты в центре греешь, то у тебя плитно полоски вот такое, а резистор у тебя вот такое. Это очень широковатый углепластик. И на Индии его надо было на термопасту просто попробовать сначала. А на мягкой... Тут много чего пробовали. Но самое главное, Андрей совершенно прав. Мы договорились, что будем перемерять. Единственное, нас не устроил вот этот вот параметр, про который говорит Михаил Александрович. Действительно, эти контактные, в любом случае, переходные тепловые сопротивления значимы. И мы просто-напросто заказали образцы другого размера с тем, чтобы все-таки в любом случае эти неизбежные переходные сопротивления тепловые, чтобы они стали уделенно меньше. И вот сейчас делается как раз круглый образец, где мы будем надеяться, что мы все это перемерим. Почему не стали именно эти образцы перемерять? Ну как бы уже на подходе более правильная форма. Мы надеемся на них провести более корректные измерения. Причем мы договорились, что товарищи Дудны, который там занимался этими же измерениями, приедет к нам, и они вместе все-таки поверят, кто же из них прав. Ну и где здесь какие-то ошибки. Потому что тот человек чрезвычайно квалифицированный. Это команда, которая разрабатывала у нас на веру Сабельману немногие из суткельных рефрижераторов. Ну это вообще не вообще корректная культура довольно высокая, но тем не менее где-то вот добыли эту, так сказать, выписку, где кто-то из классиков сказал, что а вот корректно померить теплопроводность невозможно. Мы тем не менее будем стараться. А еще? Спасибо, Андрей. Спасибо. Прошу, Игорь Константинович. Не цель объединить разные работы из одной лаборатории. Померить такие радиационные температуры. Радиационным образом мерить температуру. А, ну да, это тоже способ. Все же знают, что так можно ценить температуру. Спасибо. Спасибо, Игорь Константинович. Ну что, коллеги, отпусти полегу. Олег Викторович получил массу интересной информации. Всем большое спасибо за дискуссию. И пытаемся догнать наш график. Следующее слово у которого представляется Сергею Шерезову. А, сережа. А, сережа. В кофе бы нам хотелось, чтобы...